Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас видеть. Всем спокойной ночи в такую холодную погоду. Как вы можете видеть, мы тоже работаем по ночам. Я хочу отметить, что все наши зрители задают вопросы о том, что как вы выращиваете помидоры, что у вас отлично получается. Сад – это такая вещь, за которой нужно постоянно ухаживать. У нас есть такая пословица. Если вы позаботитесь о саде, это будет сад. Если вы этого не сделаете, это будет гора. В течение дня у нас нет времени ухаживать за теплицей. Днем в теплице все еще очень жарко. Итак, мы ухаживаем за помидорами и огурцами в теплице ночью. Прежде всего, я починю капельницу для орошения. В следующий раз я починю подвесную веревку. Продолжение следует... На каждый саженец мы поставим одну такую капельницу. Уже 10 часов вечера. Я уже починил оросительные трубы. Сейчас я завязываю веревки, а потом мы будем поливать помидоры. Продолжение следует... Друзья, уже полночь. Друзья, уже в 1 час 20 минут ночи. Первую теплицу я уже закончил. Со второй теплицей надо закончить, чтобы днем мы не были заняты этой. На 10 литров воды добавьте кальций и магний с ложкой красного удобрения. И полейте каждый саженец один стаканом удобрения. Друзья, уже в 3 часа 40 минут ночи. Я тоже заканчиваю со второй теплицей. Смотрите. В саженцах есть такие излишества, и они должны быть удалены. Теперь я буду поливать красным удобрением. Дорогие друзья, сейчас ровно 5 часов утра. С обеими теплицами я закончил работу. Пора спать, чтобы завтра я мог продолжить работу в саду. Утро 9 часов 20 минут. Продолжение следует... Здравствуйте, дорогие друзья. Я рада вас видеть. Сегодня мы приготовим торт с мороженым. Для этого нам нужно 6 яиц первого бисквитного торта. Пол чайной ложки пищевой соды. 1,5 стакана сахара. 1,5 стакана муки. Я добавляю 1,5 стакана сахара. Прежде всего, взбейте сахар и яйцо до побеления. Как только он начнет густеть, добавляю муку. Добавьте половину чайной ложки пищевой соды. Хорошо перемешайте, чтобы в смеси не осталось муки. Положите пергаментную бумагу и добавьте готовую смесь в контейнер. Готовьте при 180 градусах, пока верхняя часть не пожелтеет, но очень немного. Печенье готово. Мы повторяем тот же рецепт печенья. Я делаю крем. Для торта с мороженым нам нужно два вида крема. Первый крем с маслом и сгущенным молоком. Второй крем с маслом и сливками. Сначала я приготовлю крем с маслом и сгущенным молоком. 200 граммов сливочного масла. 1 банка вареного сгущенного молока. Я намазываю готовый гром поверх печенья. Чтобы рулон не был толстым, мы наматываем его сбоку шириной. Продолжение следует... Для этого крема нам нужно пол-литра сливок. Прежде всего взбейте сливки в миксере. Не останавливая миксер, добавьте сгущенное молоко. Чтобы собрать торт, положите стричь в миску. Разрежьте булочку с печеньем на кусочки. Смажьте внутреннюю часть миски сливками и сливками. После смазывания миски кремом плотно соберите нарезанные кусочки рулета в миску. После первого ряда печенья смажьте сливками со сливками. Это метри. О, хи-хи-хиа-хиа-хиа. До сих пор зуко-минжал Закройте кондитерским целлофаном и отправьте его в холодильник на 10-15 минут. Сейчас мы готовим люля-кебаб, но этот люля-кебаб будет немного другим. 1,5 килограмма говядины, 500 граммов бараньего курдючного сала, острый перец, помидор, баклажан и побольше лука. На этот раз люля-кебаб будет готовиться поверх овощей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 пищевой соды. Пищевая сода для чего? Мясо хранилось на шампуре. Хорошенько все перемешайте. Продолжение следует. Намочите руки холодной водой. Продолжение следует. Да, белая кошка выгнала всех других кошек. Продолжение следует. Я положу помидоры на гриль. Положите помидоры, баклажаны и перец тоже в гриль. Продолжение следует. Продолжение следует. Готовые овощи, когда они горячие, помещаются в целлофан. С помощью этой опции его очень легко чистить. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует. Субтитры делал DimaTorzok Очень мягкий и сочный. Прекрасно. Попробуйте это с овощами. Сейчас я попробую люля-кебаб с перцем и баклажанами. Супер. Я попробую это с перцем. Это еще лучше. Прекрасно. Зара, что сказал папа? Сегодня день рождения Захры, но она спит на столе. Чего вы хотите, девушка? Я хочу другой вид барбекю. Вы хотите красного лимонада? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...